В мире существует множество глобальных проблем, и одна из них – проблема загрязнения окружающей среды. Везде, где появляется человек, остается мусор. Количество людей неукоснительно растет, и, разумеется, количество отходов тоже. Исходя из данной проблемы, работники городской администрации всеми силами стараются предотвратить загрязнение Хасавюрта, организовывая различные рейды, в которых представители специальной комиссии, отвечающие за санитарное состояние города, проводят беседы с недобросовестными предпринимателями, а также горожанами. Но даже несмотря на это, отмечает инспектор управления торговли Ахмед Рамазанов, люди поступают по-своему, не задумываясь о последствиях, которые они своими безответственными действиями вносят в окружающую среду. Организовывается вывоз мусора, студенты выходят на уборку территории города, школьники выходят, убирают этот мусор. Но, однако, есть такие люди, которые не осознают то, что они делают, наверное, или относятся так грубо или плохо, наверное, у них дома тоже так грязно, и они кидают тот же мусор, куда попал у себя дома. Почему? Потому что они, приезжая в наш город, с района или откуда-то на рынок торговать, они привозят с собой пакеты мусора и выкидывают их, где попало. Могут выкинуть на тротуар, могут выкинуть в подлегающие территории, допустим, до школьного учреждения, школьного учреждения. Говоря о мусоре, проинформировал жителей города директор среднеобразовательной школы номер 4 Ахмед Абдулаев. Можно упомянуть и торговые точки, находящиеся вблизи школ, где недобросовестные предприниматели производят продажу несанкционированной, также не отвечающей всем санитарным нормам продукции. В их число входят и всем известные хот-доги. Маленькое помещение, где санитария невозможна саблета, потому что там нет ни воды, просто чтобы руки помыть. По словам представителей данной комиссии, для того, чтобы открыть бизнес по реализации хот-догов, необходимо серьезно подходить к таким вопросам, как качественное сырье, санитария, свежие ингредиенты. Но зачастую таким видом продукции занимаются недобросовестные предприниматели, которые, в свою очередь, не соблюдают правила, а в итоге от отравления могут пострадать как дети, так и взрослая часть населения. Сабина Аджиева, Алмаз Ханамаев, информационная программа «Пульс».